Глубоко уважаемые коллеги, спасибо за то общение, которое испытываешь рядом с коллегами. Это не часто бывает. Люди, которые, ну, братья по Перу, скажем так, многие вопросы актуальны. И мне просто вот сейчас просто можно ничего не говорить, но у меня гнусный доклад такой. Я не хочу ни с кем не соглашаться здесь. И, ну, как бы, если было бы все хорошо, для чего собрались тогда, вот у меня такой вопрос. И я взял вот это все в кучу. Я сразу хочу сказать, если дадите мне часа полтора, я разложу каждый элемент поэта. Не надеетесь. И 15 минут, 10 минут, которые я соберу и скажу, о чем я хотел сказать. Ведь сюжет вопроса не тот, кому можно сделать, а кому можно сделать, а ему не делают. Вот в чем вопрос-то. И это не дозвучало. Многие думают, непонятно. Вот и хотел я спросить, что где мы теряем больных? Заболеваемость цифры, вот обратите внимание, все просто. 7 тысяч заболевает, 8 тысяч заболевает, 7,5 тысяч заболевает. И гортани цифры опять, 7 в куче. Другая цифра на практике, заболевает, злокачественное образование российских федоров, полость рта, ротоглотка, гортань. И цифры опять даем. А, товарищи, глубоко уважаемые коллеги, вот эти рекомендации есть уже, вот в интернете выкладываются. Врачу думать ничего не надо. В рекомендациях все написано. Если согласно рекомендациям, я думаю, куда же мы, летальность у нас. В год 50 процентов, 7 тысяч гортаний заболело, 3,5 тысячи похоронили. Ртов заболело, 8 тысячи, половина процентов. Вы что делали-то в течение года? Объясните мне, рукодельники. А ответа я не найду. У всех, у этого хороший результат, у этого... А куда 50 процентов-то делись? Одногодичная летальность 50 процентов. И она из года в год, из года в год. А для меня вот это самое глушное, вот эта штучка, из рекомендации. Рецидивный рак. Рецидивный рак, это не начальный рак. Это когда молодые хирурги, рецидивный рак, маленькие. Опухольный процесс, хватаются оперировать, а получат результат в два раза хуже, эмоциональная травма, взаимоотношения с родственниками, со страховой медициной, со всем. Они его просто могут ликвидировать все и всему. Я хотел сказать, при рецидиве и продолженном росте, но продолженный рост есть продолженному росту. Почему мы не говорим лучевой метод лечения, химии лучевой метод лечения, а когда был уже хирургический этап и рецидив, это совершенно другой... И вот тут, операбельный, неоперабельный, вот вся и мульчика состоит вот в этом, когда собирается врачебная комиссия, куча бездарей, подписывают непоказанное хирургическое лечение при милиальном рецидиве опухолевого процесса. Или же сразу, когда вот мы в узком кругу только что в Уфе обсуждали, а в зависимости от того, к кому попадет. Попадет к химиотерапевту, химиотерапийно, значит, в два, вот. Попадет к радиологу, радиолог возьмется лечить. Один надо еще. Попадет к хирургу, ну, быть может, и опять к какому. И вот эти вещи, когда начинаешь внимательно смотреть, мы совершенно, приобретает другой цвет, вся технология, которая существует во всей стране. Бесполезно разговаривать вот мне с Алимом Радовичем, потому что вот мне кажется, мы понимаем, ну, просто понимаем, а когда люди выезжают куда-то, такое впечатление, он народился. И начинается самодеятельность. Самодеятельность, которая теряет пациентов дальше. Понятно, что при распространенном процессе, где там отдаленные метастазы. Вопросы, а когда он меня тогда в клинических исследований? Это все понятно. Дальше, коллеги. Вот рецидив при раке гортани мы взяли в кучу, сразу говорю, 42%. Но это 42 человека, это те, которые, 42% были, когда хирургический этап был. Где экстерпация, где половинная резекция, но не эндолингеально. И вот 5 лет и более прожили 24%, 50%. Только что цифры сказали, я был удивлен, мне казалось, внимательно, селекция здесь очень строжайшая. Почему я спросил доктора о стаже у предыдущих? Я не хотел сказать, там, ты 15 лет или два, да нет. Просто она должна была ответить, она это так же живет, что вот тогда казалось одно, а сейчас все ломается, прошло 15 лет, и ты думаешь, а вот этого я бы никогда не стал. А вот здесь бы я, ну и появляется группа пациентов, которые нам ставят такие номера, которые мы просто не знаем. 5 лет более, 24% не буду, носоглотка, 3 наблюдения, только меланомы 3 было. 3, 37 пациентов, 5 лет и более, и результаты будут 24. И рак полости рта, посмотрите, результаты, представьте, хирургических методов лечения 23, 30, более 50%. Те цифры, которые только что показали большие исследования иностранных авторов, они подтверждаются, это у нас совершенно не худший вариант. Показываю. 70 лет, тяжелейшая сопутствующая патология. Я почему не подписывал, я их всех наизусть знаю. Я на работу хожу. 70, тяжелейшая, сахарный диабет, не корридируется. Собираются. Врачебный КТ, это она к нам пришла, после химии лучевого лечения, радикальный же Т2. Какие Т2? Девиация. Сахар не корридируется. Взяли на оперативное лечение, гемиорезекция с реконструкцией одновременно. Меланома носоглотки. 5 лет назад, 4,5 года назад, я пропиливал девочку. Так вот вопросы к организации. Те, кто нам прислал третью, четвертую стадию на специальное лечение, мы к ним сейчас на диспансеризацию отсылаем пациентов. Ну не смешно ли это? Для чего, если это наша проблемная комиссия? Я вижу в этом серьезную проблему. Ее сняли с учета, с меланомой носоглотки, не проводя больше никакого лечения. И она нашла нас и пришла опять. Вот сейчас. Так год назад затемнение в лобной пазухе расценено как воспалительный процесс. Да откуда ларинголог знает меланома носоглотки? Он понятия слова меланома-то не знает. И носовую пазуху, лобную пазуху не знает. Прооперировали сейчас, ушло технически, но если бы год назад, наверное, все было по-другому. Следующий пациент, 67 лет, сохранный, тяжелейшая сопутствующая патология. Рак нижней губы, я вас умоляю, мы рак губы-то разучились лечить. Метастаз подчелюстной с деструкцией. 8 курсов химиотерапии. Доктор старается, собрав все свои знания в лекарственном лечении лучевому, полный курс лучевого лечения. Прооперировали пациента, сделали... Но в течение года они добились успешной реализации метастазов легкие. Молодой мужчина, подполковник милиции. Рак полости рта. Ну, во рту, казалось бы, так вот пойдет. Вот такое наличие фрагмента на улице в течение 8 месяцев наблюдается в областном центре, и комментариев никаких. Он говорит, ну, вы знаете, это, говорит, просто подождать нужно. Ну, а не ждать, наверное, отвалиться должно было все или как. Резицировали, сделали. Рак ротоглотки. Молодой мужчина. Это уже после пластики, переконструкция, что делать. Химия лучевой результации. Радикальный метод лечения. Опухоль остается. Один курс химиотерапии, второй, третий, шесть или восемь, я точно не могу сейчас сказать вам, приехал. И на консультацию мы определились, это уже после результата лечения. Я спрашиваю, откройте рот, это пример будет до бесконечности. Он сидит улыбается. Что-то думаю, может, что-то я не так... Он говорит, вы первые мне заглядываете в рот в течение года. Вот эта группа, разве она должна быть бесправна? Раг на полости рта, обратите внимание. Это уникальнейшая картинка. 34 года. Молодой человек приехал к нам на консультацию. Радикальный курс химиотерапии лучевого лечения. Фиксация к носкотнику. Отказался от лечения. Проведено лучевое лечение дополнительно. Сейчас у него стомилид челюсти идет. Картинка в последующем придет. Зачем? Что вкладываете при продолженном росте его процесса, чтобы добраться? 34 года. Без сопутствующей патологии. Рак верхней челюсти. Под прекрасный результат химио-лучевой вариант лечения надо было оперировать. Но он попал к квалифицированному врачу, который проводил ему в течение двух лет лекарственное лечение. В последующем мы его оперировали. Рак ротоглотки. Вот здесь не очень хорошо видно молодой парень. Это вот трансплантат. Четыре года назад мы его перелали. В последующем лучевой момент лечения. И сейчас очень интересный такой момент. Трансплантат заканчивает, где лежит. А далее появилась язва. С инфильтратом в ротоглотку. Взяли на хирургический вариант лечения. Сейчас височным лоском выполнено лечение. И видео будьте добры, запустите. Это лежит височный лоск. Внешний вид остался такой же. Социальная. Он адаптирован, работает. Будьте добры, получается. У вас было, сработало. Речь о том, что когда говорили об оперативном мече в другом лечебном учреждении, сказали, что крошка хлеба во ртует, для вас будет манна небесная. Но это двое или трое суток после операции. Пускайте. Погромче звук включите. Не идет? Попробуйте. Это забавно. Не вспоминай. Операция прошла. Второй суток. Речебель. Речебель фортоглотки. Речебель фортоглотки. Главы. Значит. Не вспоминай. Речебель фортоглотки. Ну, вы видите, он готов к нормальной жизни. Зонт ему поставили, дабы он не это, не особо-то разгонялся. Это такой, который поест и попьет. В 18 лет рак носоглотки. Три рецидива. Дополняли лекарственное лечение. Тяжелый сопутствующий. Сейчас безрецидивный период. Но подозревается в турецком седле наличие какого-то нового образования, не связанного с носоглоткой. Но три рецидива. Вот такие пациенты, когда говорят хирургический этап в средней зоне лица, но она была как бы подвязана, и это дало ей право жить. Продолженный рост опухолевого процесса у эвстахиевой трубы получили с гистологическим заключением на этап лучевого лечения до радикальной дозы. Вот тоже интереснейший вариант. Я рецидивный пациент, он рецидивный. Продолженный. Продолженный. Рак дна полости рта. Ну нет, ведь доктор назначил полный курс лучевого лечения, обратите внимание, там, с разрушениями альвеолярного отростка, химии лучевого лечения. И это тоже комиссия написала в областном центре. Пожалуйста, с альвеолярного отростка очень бережно к альвеолярному отростку мы отнеслись. Остановили все. И вот таким образом, остеометический процесс, нам удалось сохранить фронтальный отдел, что мы и вот держались. А боковой отдел все равно сказала себе, что я не смогу после такой дозы. И секвестр убрали. И ушла домой сейчас совершенно нормально. Принимает пищу, ест, разговаривает. Но я думаю, что в таком виде после такой операции это вполне прилично. Молодой человек. Рак слизистой щеки с прорастанием в кожу. Консилиумом назначено опять лекарственное лечение. А после первого и второго курса лекарственного лечения он приходит и говорит, ну доктор мне сказал, продолжать будем, результат прекрасный. Я спрашиваю, а во рту доктор посмотрел? Нет. Я сфотографировал и на слайде переслал ему, говорю, покажи доктору прекрасный результат лечения. Чего мы дождемся? И это группа. Это ненадуманная группа больных. Это пациенты, которые только, я вот поверхностно взял, что сейчас на памяти были и все. Пожалуйста, рак кожи. Ну рак кожи, зачем его начинать с лучевого лечения? Полностью до хрящей. Ну с пластикой все это реконструировали, все восстановили. И сейчас вот чуть-чуть деэпитализируется. Я хотел бы несколько случаев здесь привести. Рак гортани. Т4АН нулюмный. Сохранный пациент. Нет, ведь надо ему, комиссия решила этого пациента, химио-лучевой вариант лечения. Ни отказа от операции не было. А в последующем стеноз поставили трахеостому. И продолжили химио-лучевой вариант лечения с аргументом, что гортань останется на месте. Да, гортань осталась на месте. Но только метастаз с разрушением сосцевидного отростка. Вот здесь, вероятно, тот комплекс понимания для чего-то. Если пациент, я могу сказать, с тысячей операций в полости рта сделал, если ты не видишь от слова «здравствуйте» и до того, когда он уходит, как он будет вернуться в семью, разговаривать, то вам в полости рта попридержать надо устцы и не надо ничего делать. Это стыдно на сегодняшний день. Вчера дискуссия, когда экстерпация языка, надо делать экстерпацию гортани, я вас умоляю. У нас все пациенты с экстерпацией языка разговаривают. Технологии, пожалуйста, город Самара, письменные компании, приезжайте, я вам покажу. И выводы. Выводы грустные. Я их даже не пишу, потому что это стыдные. Во-первых, это раз. И мы об этих вещах обязаны говорить. По той простой причине мы теряем основную массу тех, кому вот сюда, а кому вот сюда. И вот недавно Рештов сказал о боевых потерях там на Конгрессе в Уфе. Это вообще прекрасно прозвучало, я что-то так не думал. Раненых, когда 75% вернули, которые кривые косые уходили в бой, а тем более мы на территории такого города находимся, где все кровью залито. И тех, которым мы могли помочь, мы их не помогаем. Это, вероятно, неправильно. Каждый из нас сделает сам выводы. Они у вас на листочках, в амбулаторных картах. И борьба с рецидивной опухоли. Пациент должен быть подвязан к квалифицированному специалисту-онкологу. Ну уж никак не по месту жительства, к специалисту, который никогда не в рот не смотрел, ни зеркалом горло посмотреть не может, ни заглянуть в какие-то анатомические структуры, глубоких анатомических образований, которые нам очень неудобны. Спасибо всем. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, у меня вопросы что-то... АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...